Сказание шестое о том, как была просватана Нистан Дарджан. Рано утром царь с царицей во дворец меня позвали. Лев, сказал мне, царь, ты видишь, мы в заботе и печали. Время старости подходит, горе нам не превозмочь. Не послал Господь нам сына, лишь одну царевну дочь. Время старости подходит, время скорби и недуга. Для царевны нашей юной мы найти должны супруга. Пусть на троне фарсадана воцарится юный царь, Охраняя государство, как хранил его я в старь. Я сказал царю, в каком же вы нуждаетесь в совете, знают все. Но царевны нашей нет прекраснее на свете. Всяк, кого вы изберете, будет рад на трон взойти. Но царю известно лучше, где достойного найти. Царь ответил мне, по сердцу нам царевич харизмийский. Сердце замерло. Сидел я, бледный, к обмороку близкий. Да, ответила царица, у соседа славный сын. Будет он супруг примерный и индийца властелин. Было видно, царь с царицей предрешили все заранее. Снова выпало на долю мне большое испытание. Замешательством объятый потерял я разум мой. Выбор я скрепил согласием и ушел едва живой. За царевичем послали благородное посольство. Я сидел в тоске и горе. Грудь терзала беспокойство. Вдруг письмо ко мне прислала черноокая осмат. Приходи немедля в башню. Ждут тебя у входа в сад. Я поехал. И рабыня мне ворота отворила. Не сказала мне ни слова, не смеялась, не шутила. Поднялись мы к ней, к царевне. И увидел я ее, ту, которая пронзила сердце бедное мое. Словно юная тигрица, укоризнена и гневна. На меня теперь взирала омраченная царевна. Очи молнии метали, слезы падали на грудь. Я поник перед царевной и не смел в лицо взглянуть. Ты пришел? Она вскричала. О, изменник вероломный! Что стоишь передо мною, сокрушенный и безмолвный? Ты свою нарушил клятву. Бог тебе воздаст, старицы. Не позволит он смеяться над покинутой девицей. О, царевна! Я воскликнул. В чем вина моя? Не знаю. Объясни мне, что я сделал и за что теперь страдаю. Лыжец! Ответила царевна. Ты исполнен лицемерия. Как в тебе я обманулась. И страдаю, как теперь я. Отдают меня насильно. За царевича, чужого, ты на это согласился. Не сказал царю ни слова. Слишком скоро позабыл ты про любовь свою и муки. Ты хитрил и притворялся, что не вынесешь разлуки. Но запомни, кто б отныне нашей Индии не правил. Отступать я не желаю от отечественных правил. Я, царевна, царской крови, чужеземца уничтожу. И тебя предам я смерти вероломного вельможу. Слово гневное услышав, посмотрел на деву вновь я. И зажглась во мне надежда на ковре у изголовья. Виден был Коран открытый. Он лежал перед царевной. Взял тогда Коран я в руки и воскликнул вдохновленный. Пусть сразит меня на месте гром небес и Божья сила. Пусть меня навек поглотит бесприютная могила. Солнце лик да отвернется. От меня я все снесу. Если здесь перед тобою слово лжи произнесу. Я клянусь тебе, о солнце, на святом твоем Коране. Царь избрал тебе супруга чужеземного заранее. Кто царю перечить может? Нет таких во всей стране. Я, о солнце, крепок сердцем, но скрепил себя вдвойне. Мог ли я противоречить, если царь и с ним царица на престол страны индийские пожелали хоразмиться? Я законно их наследник. Я последний сын царя. Я не знаю чужеземца, но спешит сюда он зря. Я решил напрасны споры. Поступить иначе должно. Ради сердца душу продал. И, скажу тебе, не ложно. Уступить тебя, о дева, я не в силах никому. Не отталкивай безумца. Будь приветливой к нему. Ливень, розу леденивший, стал прозрачнее и теплее. Губ корала приоткрылись. Перлы сделались виднее. Улыбнулась мне царевна. На подушке посадила пламень горестного сердца. Улыбаясь, потушила. Витязь, молвила царевна, нам спешить не подобает. Мудрый борется с судьбою, неразумный унывает. Если ты вернешь посольство, и царевич не приедет, царь поссорится с тобою, и любовь твою заметит. Если ж он сюда приедет, тот царевич ненавистный, фарсадан сыграет свадьбу, надругавшись над отчизной. Черный траур нас оденет, мы умрем в тоске и горе, хариземийцы трон захватят, и страну погубят вскоре. О, царевна, я воскликнул, не бывать врагам у трона, не достанется пришельцам фарсаданова корона. Будем ждать их терпеливо, пусть они придут сначала, здесь они простятся жизнью. Нет, царевна отвечала, если ты убьешь невинных, скажут все, что ты убийца, не губи людей напрасно, но убей лишь харизмица, проберись к нему в палатку, и, свое исполнив дело, перед троном фарсадана, преклони колени смело. Царь, скажи ему, доселе, я служу тебе как воин, но родился от царя я, и престола я достоин. Чужеземцам край отцовский не отдам я без сражения, коль препятствовать мне станешь, жди войны и разрушения. О любви не затевай ты с фарсаданом разговора, пусть не думают вельможи, что любовь причина спора. Но покуда мой родитель плачет в горести и муке, я царем тебя признаю и в твои придамся руки. Этот замысел царевны мне к безумцу полюбился, харизмиец был в дороге, дух во мне воспламенился, обезумевший от горя не боится правой мести, и с царевичем покончить обещался я невесте. На прощание царевна подарила мне запястье. Ах! Зачем живу я ныне, позабыв былое счастье? Я чалмой ее окутал, нити искрами светили, словно были из металла, прокаленного в горнире. Тарел умолк, печальный, и запястье золотое целовал, как иступленный. И ему внимали двое. Потеряв надежду в жизни, он оплакивал потерю, и в тоске нечеловечьей стал, увы, подобен зверю.